Девушки отдыхают 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 И надеется, что все произойдет замечательно, хорошо. С чем приехал сюда Квентин? С гитарой. С гитарой. Я вот хотела спросить, может быть, он с собой вагон инструментов привез? Какие инструменты вы привезли? Только гитару или что-то? Я просто привезу гитару, но я играю пиано, бейс-гитару и драмы. Я не могу играть драмы, когда я был на туре в Южной Европе. Он играет на гитаре и на ударных инструментах, но, конечно же, только было возможно взять с собой гитару. Хорошо ли вас кормят? Успели вы попробовать национальные белорусские блюда? Что касается белорусского блюда. Вы получили возможность попробовать белорусский блюда? Конечно, есть ресторан, в котором мы ходим, и я попробую разные вещи каждый день. И я очень рада. Но одна вещь, которую я нашел вчера, это панкейки. Потейки? Потейки – это картошка. Драники. А драники, да? Это очень хорошо. Это одна вещь, которая очень понравилась. Все, что это было замечательное. Это было замечательное впечатление с едой. Я надеюсь, что больше еды и больше испытаний. Еда очень понравилась. Ждет еще больше встречи с белорусской кухней, конечно же. Но драники впечатлили. Обязательно, пускай, потребуют, чтобы ему приготовили мочанку. Мочанка – это драник. Но я буду объяснить вам потом, что это. Квентин, мочанка. 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 Хотела спросить, успел ли он познакомиться уже с участниками фестиваля? С кем-то из? Конечно, вчера была возможность мы познакомимся с некоторыми участниками фестиваля. Но график очень плотный и в то же время ждет дальнейших встреч. Разница во времени не смещает его? What about time difference? Oh, to be honest, I don't know what time zone I'm on. I don't know if I'm on America or Belarus or where. But I'm just kind of just making it happen right now. So I'm just kind of sleeping a little bit here, sleeping a little bit there. But I haven't adjusted nor have I fully got away from the American time as well. So I don't know where I'm at. But I'm enjoying myself. Еще пока не понимает, где он находится в Америке, в Белоруссии. Пару часов поспал там, пару часов поспал здесь. Но старается привыкнуть, получается. Уважаемый телезритель, чтобы вы понимали, когда у нас утро, в Америке вечер. Когда у нас ночь, в Америке день. В общем, можно сказать, что сейчас Квентин тусит. Скажите Квентину, что сейчас мы предлагаем посмотреть ему новости нашей Могилевской области. Он узнает, что творится. Сейчас мы будем смотреть Белоруссию Могилевской области. Ну и мы тоже вместе с нашими гостями посмотрим новости региона. Еще раз всем доброе утро. Это канал Белоруссии 4 и Могилев. Программа хорошего, бодрого, утреннего настроения. Ранехонько. И сегодня у нас большая, огромная компания. Не просто, Лена, Саша. Сегодня у нас огромная компания. Это Могилевщина, которая присылает уже свои первые версии. Шестидневный, легендарный, яркий гал и фестиваль ежегодно развивающийся. Вот такая версия у нас в группе ВКонтакте. Вот так Евгения Маргунова расшифровала аббревиатуру Шлягер. Евгения, это заявка на победу. Возможно, Евгения, но, а может быть и нет. Мы пока потянем интригу. И действительно, конкурс продолжается. Получит вот этот пригласительный билет на две персоны на завтрашний концерт джазовой музыки. И вы сможете насладиться творчеством нашей сегодняшней специально приглашенной звезды. Это Квентин Мур, наш гость из Соединенных Штатов Америки. Квентин, расскажите, что главное для музыканта? Это харизма, голос, вдохновение или все-таки продюсер? Самое главное считать, это чувствовать что-то внутри себя и чтобы музыка шла из твоего сердца, из глубины твоего сердца. Что вдохновение для Квентина? Что приносит ему вдохновение и музыку? Это может быть все, что угодно. Какое-то событие, встретить человека, персону какая-то, какой-то взгляд на события, все, что угодно. И о любви. Какую часть его жизни любовь занимает? И о любви. Какую часть вашей жизни любовь занимает? Какую часть его жизни? Да. Вы спросите, если у вас есть другая. Ну, я имею в виду, что... Это важная часть твоей жизни? Да. Я люблю писать о любви. Это мой любимый вопрос. Может быть, мы тогда послушаем о любви? Конечно, важную часть занимает любовь. Да. Какая часть его жизни? Что-то о любви. Какая часть ее жизни? Чем-то любимая часть? Хотелось бы как это? Да. Как и по идее? Как это? Нет. Есть. Продолжение следует... 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 Я не знаю... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...